в чем прикол китайских электромоторов почему их нельзя вообще покупать на точнее можно но быть готовым ко всему вот тот же самый серийник из коробки вот так вот это электромотор выглядит изнутри значит смотрим у полтора киловаттного мотора ширина магнитов должна быть по паспорту как там написано 35 миллиметров здесь как вы видите всего 30 миллиметров соответственно ширина вот этих пластин тоже меньше даже 30 миллиметров соответственно не совпадает размер видите сколько свободного места осталось здесь должны быть пластины то есть вот это вот ширина нормальная как у любого мотора а ширина магнитов меньше чем должно быть дальше количество вот этих проводочков по паспорту не должно быть 14 а здесь их всего 11 штук тоже не совпадает дальше количество вот этих витков должно быть четыре а здесь их ну либо три либо четыре это не видно похоже в принципе что четырех тут есть самое интересное кстати вот этот мотор он лаком не покрыт сейчас я покажу придет обмотки надо сразу самого начала лаком покрывать видно да что уже ржавчина коррозия пошла то есть пару недель покататься и это все заржавеет но у этого мотора вот эти вот провода все подвязаны то есть все вот эти вот скрутки они уже зафиксирован такой вот ниточкой потом я как-нибудь покажу другой мотор китайский там это все свободном плаву не болтается дальше вот это все видите да просто на хомутике здесь вот никакой термоусадки никакой изоляции то есть все будет болтаться от фибрации может вот этот вот контакт перетереться это тоже нехорошо то есть это на самом деле не полтора киловаттный мотор как было написано а всего лишь 1.2 или киловатт но сечение вот этого провода сейчас я тоже замеряю она пол паспорта идет два с половиной миллиметра самого проводника то есть не изоляции а здесь 2 2 и 2 миллиметров изоляции соответственно тоже не соответствует соответственно где-то на миллиметр сечение этого проводника он не способен пропускать такие токи которые нужны полтора киловаттному ну и вот это вот похабщина который вообще никак нельзя за не за изолировано как таки разъем сразу меняем на нормально вот вот так вот выглядит моторчик direct drive магнитный внутри который должен быть полтора киловатта на самом деле он намного меньше у нас не распаковочка очень интересная приехала нам такая здоровенно круглая пенопластовая коробка вес согласно кладной 8 килограммов у нее дней электромотор электромотор для подбайка здесь должен быть директ драйв на полтора киловатта сейчас я вот это все как-то там такая упаковочка в желтом скотче интересно все замотали герметично проверим действительно ли там мотор для подбайка выглядит по крайней мере будете знать как это все упаковано как это приезжает 8 килограмм написано на коробке попробую вытряхнуть распаковка это для китайцев тоже шикарно действительно упаковка классная не смогла сломать наша курьерская служба не раскорошить пенопласт что там действительно для фэтбайка никаких маркировок я пока не вижу только серийный номер нигде ничего не написано количество спиц я надеюсь стандартное 1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 14 15 16 17 18 да стандартно 36 какая-то тут наклейка 1000 ватт господа 48 вольт 1000 ватт здесь написано то есть не полтора киловатта по бумажки то на самом деле по большому счету без разницы потому что он все равно будет тянуть полтора киловатта они все одинаковые эти движки что полтора киловатта разъемчики вот такие проводочки тонущие ну да то есть это реально киловаттник это реально не 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 полтора киловаттник видите очень тонкие провода разъем вообще полная фигня придется все это перепаивать переделывать по-другому штекер штекер не герметичный какие обычно замыкает если кататься в плохую погоду что тут у нас еще есть ну под трещотку потому что в принципе нам нужен сингл а вот гайки гайки видите да прикольные то есть эти колпачки наверное их надо будет снимать чтобы нормально затянуть руками что-то вот получилось то есть вот это все затягивает сначала ключом а потом девается колпачок шайбы проставочные типа усилителей дропаутов посмотрим на фрезеровку соосность конечно во первых видно да что очка немножечко чуть-чуть кривовато соосность не идеальная в принципе это нормально китайских моторов все хорошо крутится ошибнички стоят . как же это интересно между диском посмотрим примерим потом как это все зайдет в принципе должно нормально получиться не знаю видимо здесь шайбу придется ставить что это здесь поместилось ех окей это ех это они это они 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 Субтитры подогнал «Симон»